Первый доклад у нас посвящен проблемам демографии, очень интересным и важным проблемам для нашей страны. И если наш докладчик готов, тогда мы и начнем. Ну, слышно? Все правильно? Да, да. Ну, в принципе, я готова, хотя, конечно, я ужасно боюсь на самом деле, потому что здесь находятся представители совершенно, на мой взгляд, не близких к нашей науке демографии дисциплин. И поскольку демографию сейчас не изучают, не обсуждают и не прогнозируют только ленивы, я вот очень опасаюсь вашей реакции. Но, в то же время, мы тоже милые глушиты, мы можем себя защитить. И поэтому, если вдруг вам что-то не понравится в том, что я буду говорить, или у вас будут какие-то вопросы, или какие-то, чем-то вы будете не согласны, вы тоже будете смело об этом говорить, и я думаю, мы тогда, может быть, обсудим все вместе. Итак, тема моего выступления — это население России в 21 веке, его количественные и качественные характеристики. Сразу скажу, что я представитель Института социально-экономических проблем народного населения. Некоторые люди знают его, потому что долгое время наш институт возглавляла Наталья Михайловна Ремашевская, основатель школы социально-экономического изучения населения, скажем так. И она, к сожалению, ушла из жизни много года назад, но успела создать школу, основное направление которой в том, что, ну вот классическая демография — это хорошо, классическая демография, она там изучает процессы естественного миграционного движения, а как все это отражается на обществе, что мы в конце концов имеем, как это население может участвовать в современном экономическом развитии или не может. Вот именно в таком контексте Наталья Михайловна ставила все вопросы, которые мы изучаем. Итак, я его выключила. Вот здесь я взяла картинку, которая показывает ситуацию с нашим населением по данным официальной статистики. Вообще, хочу сказать, что вот в половине 10-35 численность нашего населения составляла 146 миллионов 964 тысячи 373 человека. Как видите, несколько больше, чем в декабре, чем в декабре текущего года. Значит, может быть, можно сделать вывод, мы растем или мы не растем. На самом деле, вот вы видите, что общий прирост, красная линия на этом графике показан, что ситуация-то достаточно разная. Ну, тут вот данные только с 2011 года, а 21-й год к этому времени уже 10 лет длился, и ничего хорошего не было. У нас, конечно, численность населения 151 миллионов было, да, перед тем, до 90-е годы. Теперь уже меньше, несмотря на то, что у нас присоединился Крым, там 2,5 миллиона. То есть, в основном, все говорят, как плохо, мы сокращаемся, или еще, мы вымираем. Но вот, опять вопрос, мы действительно вымираем на это какое-то временное явление? А может быть, так происходит во всем мире? А может быть, большая численность населения, это тоже проблема? Посмотрим на Китай, да, миллиард 300 тысяч, и что? Будет 300 миллионов, и что? Пытаются сократить свое население, пытаются, сталкиваются с определенными проблемами. Но это не тема наша, у нас другое. Итак, вот мы смотрим, значит, в последние несколько, вот, 18-е, 18-е годы, у нас снижается немножечко общее население, и возникло такое, опять возникло такое неприятное явление, как депопуляция. Что такое депопуляция? Это ситуация, когда смертность превышает гражданность. Вот мы видим с 17-го года. До этого времени она была в 11-м, потом несколько лет ее не было. Вопрос, почему? Что, вдруг все стали много рожать? Ну, это определить очень легко, посмотреть вокруг себя, сколько детей в семьях у большинства людей. Ну, редко больше двух, ну, может быть, три, ну, так, чтобы было, да, 4-5, как массовое явление, это практически не бывает. А что такое двое детей в семье? Все же знают, этого, в общем, недостаточно для непростого воспроизводства в данной жизни. То есть для того, чтобы воспроизводство было расширено, в каждой семье должно быть 2,15 суток ребенка. Такое невозможно, если в части семьи должны быть в части трое. То есть проблема третьего ребенка. Вот проблема третьего ребенка, она стоит во всем мире и стоит очень давно. Когда я начинала изучать демографию в прошлом веке, даже в прошлом тысячелетии, то есть на первом курсе, нам тоже говорили, что самое главное – это проблема третьего ребенка. При каких условиях, если ему нет, рано или поздно наступает добавляться. Не от того, что второго нет, а от того, что третьего. Вот мы видим нашу ситуацию. Теперь давайте посмотрим... Справа, с правой кнопочкой. Вы там легко увидите, что у нас соотношение между числом родившихся и числом умерших, ну, действительно, вот в текущем году, мне очень благоприятно. У нас умерших немножко больше, чем рождалось, но такого не всегда. У нас есть очень хорошие показатели. Там пустой слайд. Там пустой слайд оказался. Ну, ничего, рассказывайте дальше. Пустой тот оказался. Потому что это очень... Ну, это не мой виноват. Это очень информативные слайды, но они есть на сайте Росстат. Потому что зайдите, и показатели естественного движения населения получатся. То есть у нас в среднем на тысячу в восемнадцатом году умирала... Примерно 12 с половиной человек, а рождалось 11. Вот в чем-то популяция. Но у нас есть очень хорошие результаты. У нас, например, неуклонно снижается младенческая смертность. То есть смертность детей в возрасте до одного года. А нам где-то порядка восьми человек на тысячу новорожденных. Это очень мало, потому что предельный показатель. Мечтек вообще никогда не бывает. Но продолжительность жизни тоже такой показатель очень важный. У нас тоже довольно приличная сейчас. В среднем почти 73 года, 72-80-х. Но очень большой гендерный разрыв. То есть мужчины у нас живут 67 и 60-х лет, а женщины 77 и 9. То есть по-прежнему гендерный разрыв, он есть и он сохраняется. Вот это очень плохая ситуация. Это очень плохой показатель. Такого нет в развитых странах. Хотя биологи, они знают, что в принципе мужчины, они вообще, как бы сказать, мужские особи. Они в большом животном мире живут меньше, чем женские. И существует понятие в населении мужская сверхсмертность. Но такого большого гендерного разлива, как мы его называем, нет нигде. В общем-то там 2-3 года. Вот то, с чем мы подошли к текущему периоду. Вопрос. Надо ли вообще заботиться о том, что у нас численность населения не растет? Практически не растет. Вообще ситуация, когда численность населения стабилизируется, она называется второй демографический переход. Ну, наверное, знаете, что есть такое понятие демографического перехода, которое означает, что от нерегулируемого роста рождаемости и смертности человечество переходит к регулируемому. Да, вот и по-разному он везде проходит. Кое-где происходит демографический взрыв. Кое-где проходит все достаточно длинно, спокойно. Но в конце концов возникает ситуация, когда рождаемость и смертность стабилизируются на таком уровне, что едва-едва обеспечивается нулевой прирост. То есть как бы задача почти всех развивающихся стран сделать так, чтобы все осталось на уровне этого нулевого прироста. Депопуляция считается ситуацией неправильной, неблагоприятной для экономического развития, потому что, как правило, депопуляция сопровождается старением населения, то есть ростом доли пожилых возрастов в населении. А что это значит? Это значит, что вообще-то работать некому. Вот здесь прошли доклады на первой части сегодняшнего дня, где поговорилось о инновационном потенциале, научном. А с кем? Кто будет инновации реализовывать? Люди, отработавшие всю жизнь в своей профессии, и да, они еще там трудоспособны, 60-70 лет, но они, может быть, способны к восприятию нового, но вообще-то не хотят. Поэтому инновационная экономика – это всегда экономика молодая. Для того, чтобы развивались инновации, чтобы постиндустриальное развитие происходило в соответствии, ну, со стандартными какими-то алгоритмами, в населении должно быть достаточно много молодежи. То есть мы переходим от каких-то чисто количественных характеристик населения к характеристикам качества. Ну, вот здесь у меня этот салат почему-то открылся, и здесь, значит, видно, что долгое время вообще считалось, что чем больше населения, тем лучше. Чем больше населения, тем лучше. И как бы первым человеком, который поставил задачу соответствия качества населения, требования экономического развития, это был Мальпус. Ну, вы, наверное, знаете, да, кто только не угал в советские времена. В общем-то, да, он вот считал, что население размножается слишком быстро, и поэтому не способно прокормить себя. Маркс его критиковал очень сильно, говорил, что дело не в биологической природе населения, а в том, что проклятый характеристический способ производства не дает возможности резервной армии труда прокормить себя. Но, тем не менее, ретузианство, несмотря на это, разговалось и привело к планированию семьи. Потом оно трансформировалось в нео-мальпусианство, и сейчас вот все те меры, которые принимают, которые принимают к регулированию рождения в семье, они как раз основаны на мальпусианских идеях. Хотя, конечно, с большими такими оборудованиями. Так, значит, Российская Федерация. Вот, как я уже говорила, государственная проблема численности населения стала с 93-го года. Август 93-го года — это первый месяц, когда у нас смертность оказалась выше рождаемости. Вообще-то в научном сообществе об этом еще и раньше говорили, потому что рождаемость, а следовательные темы прироста населения снижались почти весь 21-й век. Но, видите, 20-й век. Но в 20-й, 21-й век Россия вступила со стабильным, я подчеркиваю, стабильным трендом, снижению общей численности населения. Из чего складывается итоговая численность населения? Вот, видите, здесь указано на слайд это естественный прирост миграционный и административно-церкториальное преобразование. Сразу скажу, все страны решают проблемы снижения численности населения за счет естественного прироста, за счет миграции. И некоторые страны очень активно используют этот источник роста. Европа. Посмотрите, к чему это приводит. Это меняет не просто численность населения, это меняет качество населения, его национальный состав, этнический состав, возрастной состав. Да, считается, что приезжают молодые мигранты, и они... А что они? Да, иногда они даже увеличивают рождаемость, но они привносят свое отношение к производству, к культуре, к чему угодно. То есть миграция – это выход, но, значит, должны быть какие-то страны, которые должны быть... Население которых должно быть ориентировано на то, чтобы нарожать как можно больше и отдать свое усиление стране. Чего-то таких я тоже не вижу. Поэтому исходим из того, что вряд ли наше усиление прирастет за счет естественного прироста в нужных размерах, и, значит, нужно ориентироваться на что-то другое. На что? Ну, слава богу, мы находимся на этапе постиндустриальной и инновационной экономики, которая позволяет найти всем категориям населения, всем возрастным категориям населения, всем гендерным категориям занятость в этой постиндустриальной и инновационной экономике. То есть мы переходим к проблеме человеческого капитала. Человеческий капитал, как вы знаете, это здоровье плюс образование. Там есть еще долголетие. Но что такое долголетие? Долголетие интересно, если оно активное долголетие. Человек, который парализован в течение 20 лет, вообще не интересен никому. Кто в первую очередь себе. Поэтому хорошо, когда человек живет долго, здоровый и может работать. Здесь мы немножечко видим некое противоречие между классической демографией и современной теорией человеческого капитала. Ну вот, когда, опять же, заговорили о проблемах человеческого капитала, в общем, когда оказалось, что можно влиять на эти компоненты человеческого капитала. Ну вот, я здесь упомянула уже эпидемиологический переход, но он до него, когда внешние причины смертности были основными, в общем, влиять было невозможно. Но умерла там половина Европы во время эпидемии Чемчёны и умерла. И вот только медико-биологические прорывы 2019-2020 лет позволили регулировать уровень смертности и позволили регулировать продолжительность жизни. А самое главное – здоровье. Здоровье. Вот здесь я указала, что современное качество населения – это не качество жизни, это другой показатель. Это медико-биологические технологии плюс государственная система образования плюс общественное здравоохранение. Ну, я об образовании вообще ничего не хочу сказать, потому что понятно. Уровень образования достаточно высок и современная, скажем так, социально-экономическая проблема образования состоит в том, что человек должен учиться на протяжении всей жизни. Не просто ограничиться каким-то минимальным уровнем образования и какой-то квалификацией, а на протяжении всей жизни приспосабливаться к новым требованиям и инновационной экономики. Вот что можно сказать в контексте такого подхода. Если говорить о том, что с количеством населения у нас все понятно, сколько есть, только есть, то посмотрим, что с каким-то качественным показателем. Ну, уровень образования официально сейчас настолько высок, что, мне кажется, он уже с пределью. И первое выше, и второе выше, и еще какие угодно. И очень сложно сейчас найти человека, у которого бы не было формально высокого уровня образования. Ну, думаю, что еще достаточно. Теперь посмотрим, что со здоровьем. А проблема здоровья состоит в том, что... А вот как учесть здоровье? По заболеваемости? Тогда что, чем выше заболеваемость, тем хуже здоровье. А заболеваемость, как учитывая, по посещаемости, по обращаемости к врачам. Так, давайте не будем обращаться. Если мы не будем обращаться, то выясняется, что позднее обращение приводит к тому, что долго лечиться. И поздно уже бывает. Очень непонятно вообще, как его оценивать. Ну, сокращение смертности. Да, сокращение смертности, но тоже как бы с математической точки зрения не очень грамотный показатель. Надо посмотреть, человек умер после того, как он лет 35 чем-то болел и спокойно работал, и потом умер в каком-то там очень треплотном возрасте. Или он от того же самого умер через неделю после того, как он обратился к врачам. Это тоже проблема. То есть вот для того, чтобы изучить проблему, мы не можем понять вообще даже, понятны, мы можем, чего нам не хватает. Мы не можем выявить эти показатели. И вот в контексте задач экономико-математического моделирования я вот и ослучиваю эту проблему. Очень много моделей строится, связанных со здоровьем населения, но очень мало из них отражает реальную ситуацию. Так, значит, уменьшение гендерного разобла. Вот я о нем тоже говорила, это показатель здоровья. Потому что, знаете, как писал наш советский демограф Борис Цезаревич Угланис в своей программной статье «Берегите мужчин», опубликованной в 1668 году, веселых вдовах бывает только в оперете. И показатели мужской сверхсмертности мы все ощущаем из себя. Вот я закончила школу в 1974 году. В 32-м годах среди моих одноклассниц было 20% вдов. В мирное время никто не участвовал в боевых действиях. Почему у них уменьшение? Вопрос. Открытый, кстати. Так. Значит, проблемы, которые мешают улучшению здоровья населения, те, что мы видим, это повозрастная, высокая повозрастная смертность мужчин, особенно в трудоспособных возрастах. И региональная дифференциация. У нас есть регионы с очень высокой продолжительностью жизни и достаточно высоким, хорошим уровнем здоровья и с низкой мужской смертностью. А есть регионы, где мужчины не доживают до 50 лет в массовом порядке. Вот возьмем горный алтарь. Вот непонятно, почему у них такая высокая мужская смертность. Значит, тем не менее, Наталья Михайловна Ильмашевская, она выделила общую тенденцию, которой характеризуется наше население, это сохранение, снижение потенциала здоровья российского населения. Что для этого прилагается? Ну, формирование самосохранительного поведения, то есть укрепление здоровья и профилактику заболеваний. Я не буду о профилактике говорить, потому что все там про нее знают. А вот на чем я хотела бы остановиться, это на эпидемии неинфекционных заболеваний. Ну, тут я могу сказать, знаете ли, эпидемию неинфекционных заболеваний либо эпидемию, либо неинфекционных заболеваний. И гиперодокс. Однако, лично это о том, что растут в обществе заболевания, вот перечисленные здесь, которые приводят к тому, что они дают нам порядка двух-третей смертей в трудоспособном возрасте. А сейчас, когда у нас трудоспособный возраст еще увеличится, там, до 60, там, двух-65 лет, я думаю, что этот показатель будет еще лучше. Итак, базовые характеристики здоровья. Чем они определяются? Здоровье родителей, в первую очередь. Затем они формируются до начала трудоспособного возраста, а дальше они уже развиваются в условиях формирования и выполнения человека вот таких вот определенных функций. И вот здесь я остановлюсь на первом пункте. Определяется при рождении, определяется здоровье родителей. Вот знаете, у нас сейчас критерии живорожденности какие? Плоть, рожденный на 22-ю неделю беременности, является жизнеспособным. То есть его надо реанимировать и пускать в жизнь в таком виде. Это приводит к колоссальной инвалидизации с детства, потому что на этом периоде, в этот период развития очень часто дети развиваются слепыми, глухими, с пороками развития. И тем не менее, их реанимируют и в домашем времени происходит певец. Вот что делать с такими? Между прочим, критерии живорожденности это возыск. Наши отечественные были существенно выше, там, 28 недель, они должны были хотя бы сделать один самостоятельный, вдох и так далее. Но тем не менее, это общая тенденция. То есть это значит, во всем мире настолько не хватает в разных странах населения, что готовы бороться за каждого младенца, пусть даже за такого, а потом таким образом создавать ему жизненные условия, чтобы он мог и получить и образование, и развиваться, и участвовать в общественном производстве. Обратимся к постэнцеприарной экономике. Еще одна вещь я хотела упомянуть в связи с тем, что здоровье нашего населения, во-первых, формально хорошее, но мешает очень часто рожать ему столько, сколько надо, сколько на общество. Это нарушение репродуктивного здоровья. Но поскольку моя мужская тема это общественный эффект приспомогательной репродуктивной технологии, и я лет 25 занимаюсь изучением того, каким образом вот эта вот новая наша рождаемость оказывает, влияет на развитие нашего общества, я чуть-чуть побольше об этом скажу. Значит, нарушение репродуктивного здоровья. Что это значит? Традиционно считают, что это генерические заболевания. Но вообще-то генерические заболевания никому не мешают рожать. Другое дело, что рождаются дети, и детки уже с рожденным генерическим заболеванием. Ладно, справиться. Антибиотики помогли. Далеко не все у нас могут рожать. Формально к завершению репродуктивного возраста у нас к 50 годам. У нас только 5% населения не имеет детей. То есть можно бы сказать, что вот это тут и вынужденная бездельность, то есть люди не могут, и добровольные, то есть не хотят. То есть как бы считается, что у нас не более 5% населения не может родить вообще никого. ВОЗ, и мы вместе с ними говорим о том, что у нас примерно 20, 18, 17, 18, 20% населения не может родить детей столько, сколько хочет. И тогда, когда хочет, и в той родительской паре, когда хочет, по медицинским причинам. Не потому, что ему не хватает квартиры, дохода, там еще чего-то, а потому, что они просто не могут, эти люди, бесплодные. Эти люди бесплодные. но ничего с ними нельзя было сделать на самом деле. Как-то они там приспосабливались, в общем, кто-то рожал там в другой паре, кто-то еще, до того момента, когда пока не появились вспомогательные репродуктивные технологии. ну, тут, наверное, все известные, все-таки биологи, да, вот это 78-й год, ЭКО и так далее. Вот это совершенно уникальная медицинская технология настолько изменила нашу рождаемость и не только рождаемость, а все социально-экономические отношения в обществе, что следует об этом сказать отдельно. Вот здесь у нас демографические показатели, вот показатели рождаемости, которые говорят о том, что рождаемость естественная, как мы ее называем, в естественных циклах. Она у нас, видите, по какому графику развивается, а рождаемость с помощью экстраперпорального оплодотворения растет, растет и растет. Это несмотря на то, что больше 5% с помощью ЭКО ни в одной стране детей от общего числа родившихся ни в одной стране не появляется. У нас есть страны в мире, где доступность ЭКО стопроцентная. Но там небольшие страны, там типа Исландии, Дании, и вот там не больше 5% детей рождается с помощью ЭКО. Но как они изменяют в обществе все? Они приводят к тому, что появляются совершенно особые детско-родительские отношения. Возьмем суррогатное материнство. Настолько раскрученная репродуктивная технология, что такое впечатление, что собирается, никто уже не хочет рожиться несправительно, а начинает искать суррогатных мам. Ну вот тут у нас показатели того, какова доля родившихся с помощью суррогатного материнства в нашей стране. Да не больше одного процента. Но если вы наберете суррогатное загуглите, как все суррогатное интересное, там какое-то огромное количество ссылок сразу выскочит. И окажется, может создаться впечатление, что просто вот уже без него уже никуда. На самом деле, это не самый хороший выход. это вынужденная ситуация, которой прибегает семья, если пара родительская, если только в ней не могут самостоятельно родиться дети, если женщина не может выносить ребенок сама. Но у нас работное интересство подарило нам такие замечательные социальные категории, как генетические родители, юридические родители, родовая няня, она давила нам очень большое количество судебных дел в связи с тем, что ребенка, родившегося у суррогатной матери, вообще куда девать, кто у него реальные родители. Здесь, кстати, все зависит от законодательства, в разных странах по-разному. В России, могу сказать сразу, последнее слово остается за суррогатной матери. Вот как она решит, так и будет. А, например, законодательства Казахстана, Украины, еще в некоторых странах, другое, там суррогатная мать обязана отдать ребенка. Здесь возникает вопрос, что такая суррогатная мать? Это женщина, у которой вот такая специфическая гендерная занятость, или это эксплуатация женского тела, как вот феминистки выступает по этому поводу очень активно. Надо сказать, что суррогатная мать, матери, как правило, говорит, наспокой, мы работаем так, зимы хотим. Нам так нравится. Значит, мы должны их оформлять на работу, пусть они налоги платят в увеличенный кваловый продукт, больничные риски оплачивают, стаж трудовой защиты. Тут же возникает репродуктивные тонеры, которые, как мы тоже стараемся. А заплаты репродуктивного донора, ну, 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 официально, значит, они в год до 150 тысяч получают. А чтобы стать репродуктивным донором, здоровье надо иметь, ну, как космонавт. То есть, вот, неожиданно какая-то одна медицинская технология спровоцировала такое количество общественных эффектов, что, вообще говоря, ну, вот, все-таки руками разводят, что называется. При этом популярность вот этого вспомогательного репродукции растет настолько, что вот с 2013 года в России вся эта помощь, связанная с ИПО, входит в УМС. И бесплатно можно сделать экстракорпоральное благотворение любой женщине, независимо от ее возраста. Я подчеркиваю, независимо от ее возраста, если только позволяет ее здоровье. А я посмотрела медицинские противопоказания для ИПО, ну, как сказали мои коллеги, с которыми я работаю, только терминальная стадия рака является противопоказанием. Более того, опять же, с 2013 года у нас по УМС социальное бесплодие. Что такое социальное бесплодие? Женщина, которая вообще не хочет вступать в брак ни с кем, никогда, и не имеет никакого официального потенциального родителя, приходит и хочет ребенка. Методом ЭКО она получает ребенка. Еще один вопрос. У этих детей какие будут семьи? Что там будет? Кто там мама? Что она... Ну, извините меня, пожалуйста, за такой пример. Филипп Киркоров что скажет своим детям? Кто мама? А как на это приагируют дети? Далее. Сюда же относятся... Ну, у нас же толерантное общество, да? У нас, правда, мы еще не дошли до дальнего признания ОТВД, но за рубежом вот на конференции бывают, у нас выступают представители, которые рассказывают, как живут дети в однополых парах. Но ведь это же члены нашего общества. Они вместе с нами, они растут, они ходят в школу, они воспитываются, у них будут свои семьи, какие? Вот качество, вот качество населения. Так, ну, еще несколько слов, значит, нестандартное родительство, несколько штук нестандартное родительство. Вот я сказала, Чайлфри, Чайлфри тоже замечательная вещь, а Чайлфри у нас в порядке. Да, мы не хотим раздать детей. Кстати, их не больше 5%, а на самом деле никто не знает, сколько их. они, вот у них сообщество Чайлфри есть в Москве, можно забить, Чайлфри, сейчас мы на это уже не пройдете, потому что они блокируют, даже посмотреть. А вот эти лет 10 назад, я заходила, просто смотрела, кто, кто там, кто, кто в это общество входит. Они пишут, у нас символ, сакура, ветка сакура, цветет, но не плодоносит. Мы никого не трогаем и не трогайте, пожалуйста, нас. Мы платим налоги, да, мы не хотим рожать детей, но вот не хотим. А ЭКО дает им возможность, они сдают свой половой материал. И говорят, пожалуйста, вот кто хотите, рожайте наших детей. Нас не трогайте. Я не знаю, как к этому отнестись с позиции каких-то общечеловеческих или индивидуального восприятия. Вот все такие строгие лица, что мне уже страшно. То ли я время, время 3 минуты, То ли я время, то ли я говорю, неизвестно, что ли вам просто не нравится ситуация в нашем населении. Но тем не менее, что есть, то есть. Что есть, то есть, конечно. Да, вот такое у нас население теперь, вот такое его качество, вот такое. А инвалидов у нас сколько? А сколько еще будет? Ну, это плохо или хорошо? Наверное, плохо, когда человек после инфаркта получает инвалидность в 40 лет. А если он улегся после инфаркта? Это что, лучше? То есть, понимаете, вот проблемы с населением, они сейчас ставятся прям каждый день новое, новое и новое. А вот как их решать? но когда я веду курс демографии в ВУЗе, я всегда всем говорю, молодые люди, у каждого из вас должно быть по трое детей как минимум. Так что, молодые люди в этом зале, я повторяю свой призыв, а остальным могу сказать, ориентируйте своих внуков и детей на многоотведу. И на этой активистической ноте разрешите благодарить вас за внимание и закончить свою церковь сизм. Вопрос, пожалуйста. Вопрос вот какого плана. Не пытались ли вы оценить и промоделировать, как изменится демографическая ситуация в России, если вы, ну, не вы, а какая-либо государственная программа привлечения соотечественников проживающих в рубежок заработает и будет определенные улучшения вносить. Такого рода программы существуют в огромном количестве стран. Греки активно привлекают своих зарубежных соотечественников. Я знаю многих русских людей с греческими корнями, которые в тяжелые перестроечные годы вспомнили о том, что они греческие корни и уехали жить в Грецию. В Греции я с такими людьми общалась. Много таких программ существует. Для России потенциал огромный, потому что наверняка из многих стран которые превратились в наши бывшие Заветские республики, большое количество русских сюда в Мольстей и уехало в Россию. Какие-то оценки моделирования проводилось? Ну, вы знаете, модели по этому поводу мы не строили никогда по одной простой причине. Поделок русских за рубежом гораздо меньше, чем грех за рубежом по отношению соотношения внутри страны и за ее пределами. Во-вторых, когда сюда приезжает население, оно привозит с собой сформировавшуюся репродуктивную установку. И если человек приезжает в Россию из страны, где они были ориентированы на многодетность, то реализованная эта многодетность будет здесь только в том случае, если будут созданы аналогичные социально-экономические условия. Если он там жил где-то в селе и привык там иметь пятерых детей и всем этим делом заниматься, то если бы перевезти в город, не факт, что у него будет то же самое количество детей. Более того, исследования показывали, что это всегда не так. Вы, по-моему, меня не поняли или происходит какое-то смешение понятий. Я говорю о русскоязычных образованных категориях населения в Казахстане, на Украине, в Молдавии, которые ориентированы ну скажем так на традиционную для русской культуры модель многодетности, молодетности, ну и популяцию которых уже частично упустили, потому что они уехали в другие страны. Ну я как раз пыталась ответить вам на этот вопрос, я поняла его. На самом деле они не ориентированы на многодетность. Как правило, они ориентированы на среднее количество детей в семье. Двое-трое. Ну правильно. А это и многодетность. А дети и многодетность. Ну и детей это прекрасно. Если вы хотите не стремиться. Я сейчас столько ругаюсь. Ну давайте, не только коротко. Можно это реализоваться? У меня просьба коротко вопросу задавать. Вы можете на эти вопросы сцепления. Пожалуйста. А не одержу даже другого тебе нужно заплатить. Скажите, пожалуйста, вот в своем метре время назад прошла информация, что старшим детям, которые рождены при помощи ободок, ему было 30 лет и практически все они стерильны. Потребители отправили категорически. Опровергаем категорически. Пожалуйста, Лена Донцова, наш первый ребенок в 86-м году, родившийся в Москве методом и ком. Ей сейчас с 86-го было через год 32. У нее самостоятельно рожденный в естественном цикле самостоятельно зачатый сны. Просто аргументы были договоры, что при слиянии сперматозоидов и яйцеклетки нарушается естественный отбор и его вследственные. Он, кстати, нарушается, потому что, как мне говорили репродуктологи, в естественных циклах вероятность зачатия 25%, а в ЭКО всегда выше 30, а то бывает и 40, и 50, но 20-30, потому что нет, пока обследование детей, растенных после ЭКО, показывает, что они абсолютно такие же, как и их сверстники. Хотя у нас есть такое понятие наследственное бесплодие. Это мне вообще очень нравится. Тихо, да. Комментируйте прогноз Соединенных Штатов Америки относительно населения России на ближайшие десятилетия до 2050 года и прогноз количества населения России крупных городов, начиная от Москвы, кончая Красноярск и Воронежа. Спасибо. прекрасному городу и в двух словах. Во-первых, я не знаю, какой конкретный прогноз США имеете в виду, потому что прогнозы численности населения один наш рост так приемляет, что делается плохой, хороший и средний. И так делается везде. Я дам одну справку, чтобы у вас не ... Я задал конкретный вопрос, но хочу получить ответ. Одним из прогнозов США является население России в 50-м году будет составлять 8-85 миллионов. А по другим прогнозам 180. Разные прогнозы есть. надо посмотреть, что они... Я же вас просил прокомментировать как специалист. Ну, я же вас прокомментировала. Прогнозы... Все, ответ, я прошу прощения, ответ есть. На мой взгляд, неудачный прогноз демографический мистров никогда, потому что там есть такие величины, которые очень понятно, от чего зависит. Я не знаю ни одного прогноза, который поступил. Все, пожалуйста, следующий вопрос. Спасибо. Нина Игоревна, у меня уточнение. Вы говорили, что разница, есть какие-то страны, где разница между продолжительностью жизни между мужчинами и женщинами 2-3 года. Я таких не знаю, я вице-президент Германии Российской Академии Наук. Дело в том, что везде это 7-8 лет. У нас в России чуть больше. Вы не ошиблись, говоря эти слова? Я не знаю, ни одну такую... Вы в Швеции, Япония? В Афганистане вообще даже меньше. У женщин даже меньше. Я не буду говорить о том, что это сомнительная статистика населения. Все время вы говорите какие-то долгожители по 250 лет. Я не знаю, и второе. Совсем коротко. Ваша лаборатория называется гендерные проблемы. Гендерные проблемы. Мне кажется, что она неправильно называется. Получается, что вы нам... Как вы сейчас? Самые гендерные проблемы. Я даже, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, как вы вообще отнесетесь к этому понятию. Сейчас его так не любят. Это в клавах. Это в клавах. С моей стороны. Так, следующий вопрос. Спасибо. А у нас много времени. Спасибо большое за доклад. Согласно данным раскладом, безработица демонстрирует в 2018 году исторический минимум, что, собственно, подтверждает ваш тезис о том, Работать не к нервному, да. Это в руку? Запуск. Нет. Я еще не задал укроп. Извините. Это подтверждает... Я ни слова не сказал. Я знаю, да. Это подтверждает ваш тезис о том, что действительно работать не к нервному прямо сейчас. Есть мнение, что в последней... Так, что вообще, что по опросу что пенсионная реформа была направлена ровно на решение этой проблемы. Значит, с этой точки зрения, вот уже проблема, что будет нет. Как вы оцениваете такой инструмент и, может быть, вы могли бы предложить какой-то альтернативный метод, который можно реализовать? Я не могу. Утренение пенсионного возраста, увеличение пенсионного возраста, я считаю, что запоздало по времени лет на 10. Я считаю, что мое поколение должно было не выходить на пенсию, а так, наверное, работающего до сих пор. Потому что, понимаете, если бы у нас посуду был ручной труд, и мы в канаву реле, тогда, конечно, нам нечего делать. А когда человек только-только выходит на качественный уровень своей работы, ну что, мы вуз, аспирантура, там, туда-сюда, от 30-х годов ты начинаешь что-то делать, а через 20 лет тебе говорят, до свидания, и все. Ты только, можно сказать, в силу вошел, а уже тебя убирают с рынка труда. Я не вижу вообще на самом деле здесь никакой проблемы. Что бы сказывать? То есть, хороший. Это какой? В силу на реформу, в борьбе с... А вы знаете, что с профессионного рынка уходят одни профессии, а приходят другие совершенно. Ну вот уволились, да, мы друг друга так себе старались, вам, как только идет. на реформу на реформе 35 человеку больше, и что? Да, пожалуйста. Спасибо за доклад, Нина Евгеньевна. Вопрос такой. Вы говорили об активном долголетии, когда человек живет долго, но и при этом работает. Как вы относитесь к тому, что реально повсеместно в российских вузах увольняют самых квалифицированных сотрудников, как только они достигают пенсионного возраста? Можно здесь что-нибудь сделать? Остается пустота. Как вы говорите, уборщик. Я отношусь к этому плохо, потому что на той капельке я работаю, что сделать можно? И осталось, нас осталось двое в пенсионном возрасте всех остальных уволей. Я не знаю, как она будет готовить специалистов. Я отношусь к этому плохо. Я считаю, что это надо пересмотреть, кому угодно, реструктурировать места приложения труда, как-то так, но это уже экономика труда, это как бы демографии не имеет никакого отношения. Я на предыдущий вопрос, когда отвечала, как раз это имела в виду. Люди, это не просто количество, с чего я начала, это качество. Надо смотреть, как это все делается. Эффективные менеджеры имеют свой взгляд на проблему. Гиндер, ну, еще один последний вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Вы говорили про инвалидность, всякие мрачные цифры. Что мрачные? Помогу, хорошо. Ну, почему? Является то, что инвалидов становится больше и в общем какие-то. То есть напрашивается вывод, что имеет смысл в той или иной степени реабилитации евгеники? То есть какие вообще? Ой, нет. Нет, да как? Понимаете, евгеника и инвалидность это разные вещи. Инвалидность это упражнение, когда сломали бедро и 6 месяцев на больничном. А инвалидность, говорили, после 3-х или 4-х, там по-разному бывает. То есть какое-то время в своей жизни вы являетесь инвалидом. Между прочим, в 11-м году, да, разница по-моему, был доклад пост по инвалидам, который начинался со слов «каждый человек в какой-то период в своей жизни является инвалидность». Инвалидность это не минус, это просто другое ваше состояние, с которым вы можете найти себе применение на рынке труда. Вот и все. А евгеника, извините, я вообще говорю, не хочу, потому что, во-первых, это долго, неужели, не надо, а во-вторых, к биологам лучше. Да, все. Все. Все? В кулуарах. В кулуарах. Спасибо.